Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Гузьмича Жернакова представляет вашему вниманию видеопрезентацию «Подлинная история Макса Фрая. Автора и персонажа». Книги этого писателя также неуловимы, как автора. Их трудно отнести к определенному жанру. Это не фантастика, не фэнтези, не психология. И в то же время все это одновременно. Дети находят в этих творениях волшебную сказку, молодежь мечту, а взрослые, уставшие от работы, путешествия по прекрасным мирам, из которых не очень хочется возвращаться. Макс Фрай стал одним из самых заметных явлений в литературе 90-х-2000-х годов. В начале 90-х на русскоязычном рынке литературы массово стало появляться зарубежное фэнтези. Новые имена, странные названия, яркие обложки. В этом многообразии легко было затеряться, но Макс Фрай нашел свою аудиторию, не растворившись в общем потоке. С этим автором было связано много вопросов. Женщина или мужчина? Наш или зарубежный? Один человек? Или проект нескольких писателей? И в то время, как критики снисходительно объясняли популярность книг Фрая, умением автора угодить невзыскательному вкусу и базовым потребностям массового читателя, огромные тиражи книг разлетались при лавках, а цитаты из них уходили в речевой обиход и пополняли афористику социальных сетей. При этом ни в одном из многочисленных интервью с Фраем не прозвучало ничего даже отрионно напоминающего заигрывание с публикой или попытку ей польстить. Впрочем, игровая составляющая все же присутствовала в самих текстах. Игра началась с имени, помещенного на обложку. В 1996 году вышел «Чужак» — первая книга Макса Фрая о полном магии городе Еха. Иностранный псевдоним, как оказалось несколько лет спустя, объединил одесских художников — Игоря Степина и Светлану Мартынчик, придумавших и изображавших удивительные миры, один из которых и стал главным топосом для целой серии книг. В предисловии правообладателей, предваряющем издание первого тома «Лабиринта», имеется сцена, где персонаж по имени Макс передает Степину и Мартынчик некие рукописи. При этом Макс указывает на этикетку безалкогольного напитка с надписью «Алкоголь Фрай», утверждая «Вот так и пишется моя фамилия». Изначально имена настоящих авторов не афишировались, хотя на книгах, вышедших в издательстве «Азбука», стоял копирайт Степина и Мартынчик. В 2001 году на записи телепередачи «Ночная смена» Дмитрий Дибров назвал настоящее имя Светланы и что она является реальным автором книг культового писателя Макса Фрая. Литератор Сергей Бережной назвал историю с псевдонимом Фрая одной из самых забавных литературных игр последних пяти лет. Писательница и журналистка Ленор Горалик взяла у Светланы Мартынчик большое интервью на эту тему. После истории с раскрытием псевдонима следующая книга Макса Фрая «Энциклопедия мифов» получила под заголовок «Подлинная история Макса Фрая, автора и персонажа». В настоящее время под псевдонимом Макс Фрай пишет Светлана Мартынчик без соавтора. До того, как стать популярной писательницей, Светлана Мартынчик увлекалась литературой, фотографией, пластилиновой скульптурой и изобразительным искусством в разных его проявлениях. Училась на филологическом факультете Одесского государственного университета, но университет не окончила. В 1986 году Светлана познакомилась с Игорем Степиным. Мартынчик и Степин – представители одесского концептуализма, известны своими пластилиновыми работами по вымышленному ими миру Хомана. Их выставки проходили в Одессе, Мюнхене, Москве, в Русском музее в Санкт-Петербурге. Под псевдонимом Макс Фрай был создан ряд литературных проектов, в числе которых цикл фантастических бестселлеров, большой цикл эссе о литературе и искусстве, популярный словарь-справочник азбука современного искусства, тематические литературные антологии, составленные из произведений классиков мировой литературы и современных российских авторов. Общее количество книг, написанных и составленных Максом Фраем, уже перевалило за шестой десяток. Фрай – это целый букет проектов разного уровня известности. В серии «Лабиринты Еха», «Хроники Еха» и «Сновидения Еха» входят около 40 повестей, где от первого лица рассказывается о приключениях обычного, на первый взгляд, молодого человека, который резко меняет свою жизнь, дав согласие на предложение своего нового знакомого из снов по имени Джуфин Хали, переехать в другой мир и поступить к нему на службу в малое тайное сыскное войско, организацию, занимающуюся контролем за использованием магии в соответствии с кодексом Хрэмбера и борьбой, совершаемой с ее помощью преступлениями. Таким образом, Макс Фрая является и псевдонимом, и главным действующим лицом. Без сомнения, «Лабиринты Еха» – самый популярный цикл Макса Фрая. Главным героем является, собственно, сам Макс, который попадает из нашего мира в мир магии и приключений. Здесь ждут его не только новые друзья и интересные дела, которые он будет расследовать, но и одно открытие – о мире и о себе. Сюжетной пружиной первой части цикла «Лабиринты Еха» служит угроза разрушения мира, в котором так счастлив герой, да и сам Сэр Макс на поверку оказывается выдуманным персонажем даже в той реальности, где он осязаемо существует. Однако деструкция – это иллюзорно, и иллюзия развенчивается самим сюжетом. Как выясняется, мир находится под надежной защитой, а герой становится неплохим демиургом, самозабвенно создающим из осколка сновидений полноценный новый космос. «Лабиринты Еха» имеют продолжение – цикл хроники Еха и сновидений Еха, однако читать книги все же стоит по порядку. Несмотря на то, что каждая история завершенная, объединяет их в циклы не только общие герои, но и общее развитие событий, которые стоит проследить с самого начала. В хрониках Еха продолжение цикла действие происходит в городе Шамхуми, созданном Сэром Максом на окраинах Кеттери, родины Джуфинахале. Каждая книга этой серии содержит одну рассказанную историю и жизни сотрудников тайного сыска. Цикл «Сновидения Еха» рассказывает о том, как после шести лет отсутствия Сэр Макс возвращается в Еха. Мир Еха сильно изменился за это время, в нем появились гости из других миров, околдуются направо и налево. Основная прелесть книг про Еха – это даже не волшебный мир, где люди живут и используют магию даже для мелочей. Цикл, посвященный Еха, помогает заметить чара в повседневных мелочах. Он повторяет, казалось бы, прописные истины о ценности дружбы, о путешествиях, о мужестве и даже о смерти, но под таким углом, что их будто видишь впервые. В конце концов, цикл истории про Еха, как ни странно, открывает новый взгляд на наш мир и на нас самих, и все это с хорошим юмором, оптимизмом и здоровой самоиронией. В сущности, цикл книг про Еха есть не что иное, как попытка преодолеть зыбкость и непостоянство так называемой объективной реальности, избавиться от жестоких наваждений и утвердить в качестве опоры стремление человека к гармонии, доказать всемогущество созидательной мысли. Эти повести и романы обычно относят к жанру фэнтези, хотя сама писательница в интервью от лица Фрая не раз говорила о более сложных отношениях своего творчества с модным жанром. Цикл повестей о Максе Фрае также вписывается в схему классического детектива. Сэр Макс, попавший из нашего мира в фантастический город Еха, становится на новой родине могущественным колдуном и занимает должность ночного лица главы тайного сыска. По роду службы ему и его коллегам приходится распутывать различные преступления, в которых замешаны могущественные колдуны и потусторонние существа. Однако преступления Макс раскрывает чаще всего благодаря своей феноменальной удачливости и нетривиальным магическим способностям, а не благодаря кропотливой работе. Быть везучим в нашем деле куда важнее, чем хорошо соображать. Кроме того, этому не научишь, говорит ему его наставник и шеф Джуфин Хали. Повести о Максе Фрае также могут быть отнесены к волшебному детективу. В волшебном детективе в антураж фантастического повествования переносится структура детективной новеллы сыщик, его помощник, преступник, обязательное наличие загадки и так далее. В данном цикле одна история описывает разгадывание одной загадки. Жанровая принадлежность книг Макса Фрая может быть определена и как мини-пея, чему способствует совмещение смешного и серьезного смешения обыденности и фантазии, полифоничность произведения. Ну а для тех, кто опасается сразу погружаться в долгий цикл, у Макса Фрая есть специальное предложение. Сборник сказки старого Вильнюса. Главный герой здесь уже не тот же Макс, который переселился в мир Еха, а обычные люди. Хотя, наверное, правильнее будет сказать, что главный герой здесь сам Вильнюс. И в каждой его улице творятся чудеса. То дети нарисуют классики на асфальте, а по ним можно будет запрыгнуть в мир иной. То пакет, подхваченный ветром, превратился в птицу. А и князь Гедиминос, что спит в своем холме, начнет видеть сон именно о вас. Вильнюс не рассказывает, действительно ли это волшебство или только разыгралось читательское воображение, но истории его чрезвычайно светлые и приятные. Или можно выбрать для чтения сборник «Тяжелый свет Куртейна», включающий 12 книг о людях, духах, котах, полицейских, ангелах, морях и трамваях города Вильнюса и его изнанки. Местом действия и некоторыми персонажами перекликается с циклом сказки старого Вильнюса. Повествование балансирует на грани двух миров, реального и фантастического, каждый из которых является изнанкой другого. Автор рассказывает истории тех, кто живет на границе между мирами, совершенно разных людей, которые при ближайшем рассмотрении оказываются неразрывно связаны между собой. Сейчас Светлана Мартынчик живет в Вильнюсе, активно ведет социальные сети и продолжает работу над книгами. Ее циклы не теряют популярности. Выходят переиздания, организовываются фанатские встречи, снимаются студенческие фильмы на их основе, а также пишутся научные работы. Мир Еха и вселенная Макса Фрая продолжает притягивать внимание людей. Фрай вносит свои вклады в изменение мнения о жанре фэнтези, доказывая, что это серьезная литература. Макс Фрай из тех писателей, которые могут изменить жизнь, будто все остается как прежде, но ты смотришь на это уже другими глазами и понимаешь, что каждый из нас вершитель и все будет рано или поздно, так или иначе. Благодарим за внимание и предлагаем вам ознакомиться с библиографическим списком литературы по данной теме. Продолжение следует...